Перед стартом цветочного забега традиционная разминка. В этом году сменить каблуки на спортивную обувь решилось 400 омских представителей из прекрасного пола. На площади людно, с бегуньями пришли их дети, мужья, родственники и друзья. Мужчины болельщиками оказались отличными и всячески помогали спортсменкам перед стартом. В этом году часть из собранных денег цветочного забега отправят детям. Сегодняшний забег он благотворительный. Часть собранных средств в рамках забега пойдут в поддержку фонда «Подари жизнь». Это фонд, который поддерживает детей с онкологическими заболеваниями. Две дистанции – 5,10 километров. В цветочном забеге участвует и команда 12-го канала. Коллеги девушки стараются изо всех сил. Из пяти наших спортсменок к финишу первой прибежала шеф-редактор часа новостей Ольга Свидинская. А в основном зачете показала десятый результат из 250. Я первый раз принимала участие в таком массовом забеге. Обычно мы работаем на таких забегах. Но в этом году решила все-таки испытать себя. В принципе, с собой довольна. Потому что буквально пол дистанции бежала за лидерами. Но сейчас финишировала, пока не знаю какая. Но основная масса бегуней за мной. Поэтому я рада. Ну а абсолютной победительницей забега на пять километров стала многократная участница рождественского весеннего полумарафонов рекордсмен Комской области по бегу Валентина Барменкова. Дистанция хорошая. Мы ее бегаем каждую весну. Тут проводятся призы Ковалевых. Поэтому трассу мы знали. Трасса удобная, очень приемлемая. Нет резких подъемов, резких спусков. Буквально один, но он терпимый. Дистанцию в 10 километров первой преодолела победительница сибирского международного марафона в 2010 году Марина Ковалева. Спортсменка и не сомневалась, что прибежит к финишу, оставив всех своих соперниц далеко позади. Я всегда участвую во всех мероприятиях дирекции СИМ. Но это забег второй в этом году. Он не явился исключением. В прошлом году я участвовала в первом и выиграла. Почему бы не повторить свой успех во втором? Полумарафон «Цветочный забег» в Омске проводится уже второй раз. По словам дирекции СИМ, мероприятие превратилось в добрую традицию. Желающих преодолеть дистанцию ждут в следующем году. А в этом сезоне мячей приглашают на ночной забег. Никита Смирнов, Александр Козлов, 12 канал.